Не теряйте надежду. В Одессе прошел благотворительный аукцион, средства с которого пойдут на помощь семьям украинских военных, попавших в плен на востоке страны. Подробнее расскажет наш корреспондент Назар Бурхан. Отец Дениса и Настя попал в плен при выходе из так называемого «зеленого коридора» в Иловайске в 2015 году. Уже более трех лет семья военного пытается связаться с мужчиной, но безрезультатно. Таких историй сотни. Семьи заложников пытаются найти родных и как-то им помочь. Поиском присоединяются и те, кто на собственном примере почувствовал все тяготы плена. Этого мужчину зовут Владимир. Оставшись без рук, военный около года провел в заключении у боевиков. Ну, поначалу, когда человек попадает в плен, его для психологического давления, он содержится в очень плохих условиях. Мне дали только старую вонючую подушку, матрас и все. Вот это все, что мне дали в тюрьме. Ни кружки, ни тарелки, ни ложки, ни полотенца, ни наволочки. То есть там приходилось как-то так договариваться с окамерниками, с соседними камерами. Несмотря на пройденный ад, Владимир вместе с своей женой и общественной организацией Брэгэня проводят благотворительные аукционы по всей Украине. Каждый желающий может купить керамические изделия, книги, картины и другие экспонаты. А все вырученные деньги пойдут на помощь семьям заложников. Данным именно мероприятием преследуем цель собрать деньги, чтобы оказать помощь гражданским, семьям гражданских пленных, потому что они не получают никаких выплат от государства. Семьям, у которых болеют очень сильно родные. Сейчас, к сожалению, за определенный период появились больные онкозаболеваниями. Помимо неравнодушных одесситов, на аукцион также пришли и молодые курсанты. Я узнал, что этот защит спрямован на то, чтобы допомогти этим людям, нашим патриотам, которые там, сейчас находятся, в застанках Луганского или Донецкого СИЗО. Им нужна допомога. Им нужно показать, что они не забудут. Мероприятие проходит уже в пятый раз. Организаторы утверждают, несмотря на тяжелую ситуацию в стране, украинцы поддерживают инициативу и помогают семьям заложников войны.